Где гитара? Время рвать чарты! Порвём чарты, погнали! Лады, ты зажигай, и я тоже зажгу! И раз, и два! Выключи эту дрянь! Да, без проблем. Та-ти-ра-ти-н-да-та, та-ти-ра-ти-н-да-ри, та-ти-ра-ти-н-да-та, та-ти-ра-ти-н-да-ри, та-ти-ра-ти-ра... Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». На связи, как всегда, Кин, и собирайтесь, мы отправляемся на вечеринку. После встречи выпускников, компания бывших одноклассников отправляется на вечеринку домой к самому успешному из них. К Савьеру. Певцу, музыканту, актёру, добившемуся в жизни всего, о чём только можно мечтать. И не мечтающему разве что только о смерти. Но именно она встречает его на его же тусе. Проследовать дело о предполагаемом убийстве приезжает детектив Деннер с напарником. Она главная, я тоже, мы оба главные. И в ходе допросов подозреваемых выясняется, вот эта неожиданность. Что здесь все за что-то ненавидели Ксавьера. Но кто действительно стоит за преступлением? Может парень, влюблённый с Ксавьером в одну девушку? Бывший муж этой самой девушки? Или может алкоголичка, брошенная хозяином вечеринки? На самом деле, ответ лежит на самом виду. И убийца это... Netflix, Netflix, Netflix. Пока что предлагаю от него немного передохнуть и переключиться на яблоко. Тем более, что на нём вышел довольно годный сериал. Вечеринка, или же в оригинале Автопати, вышел на платформе Apple TV+. И оттого мне вдвойне удивительно, что столь большая компания никак не пиарит свой сериал. Вон, тот же Netflix, правда последнее время в основном корейцев, рекламит где только можно. И, судя по рейтингам, это работает. Я больше чем уверен, что даже если вы не смотрите корейские сериалы, или даже сериалы в целом, вы всё равно хоть край муха дослышали про кальмара, зов ада, или мы все мертвы. А вот про ферию вы не слышали. Потому что, хоть это и годный, как по мне, сериал, но он испанский. И, видимо, Netflix его выпустил и тут же об этом забыл. Я же про него узнал только благодаря рекомендациям YouTube. Также я узнал и про вечеринку. Можно было, конечно, подумать, что Apple также выпускает проекты и забивает на них. Но вот защищает Джейкоба с Крисом Эвансом. Он продвигал. И сериал хоть немного дозавирусился. Чего нельзя сказать про вечеринку. Ни одного упоминания в ВК, ни одного в Instagram и ни одного обзора на YouTube. И, скорее всего, я очень сильно обрушу статистику своего канала этим обзором. Так как я больше чем уверен, что он практически не соберёт просмотров. Из-за того, что про сериал не знают. Но не рассказывать вам про годноту я не могу. А поэтому попрошу заранее поддержать лайком, чтобы видео совсем уж не утонуло. Вообще, есть у меня предположение, что защищать Джейкоба завирусился именно благодаря Эвансу и прочему звёздному составу. Которым, к сожалению, не может похвастаться вечеринка. Но всё же одно, по крайней мере для меня, громкое имя имеется. И это Дэйв Франко. Младший брат Гоблина-младшего Джеймса Франко. Которого, к слову, активно бойкотируют в Голливуде. Также из более-менее популярных мы имеем Марка Волберга. Для бедных. Айка Баренхольца. Ещё Бена Шварца и Сэма Ричардсона. Кстати, интересный, но бесполезный факт. Все вышеперечисленные актёры так или иначе снимались в фильмах с братьями Франко. Вау! Теперь, что касательно жанра. Как думаю, вы все догадались, тут мы имеем детектив. Сразу упомяну, что я не особо люблю детективы со всеми их расследованиями и прочим. И хорошо, что у нас тут романтическая комедия. То есть триллер. То есть мюзикл. То есть боевик. То есть артхаус. Ладно, я шучу. Простите, хорошая шутка. Просто вечеринка это своего рода псевдоантология. С таким я уже сталкивался до этого всего один раз. В сериале Тёмная Сеть. Что такое псевдоантология? В отличие от обычной антологии, где серии или сезоны между собой не связаны сюжетно, но связаны общей идеей. В псевдоантологии общим сюжетом связаны различные истории. В данном случае мы имеем различный взгляд на убийство Ксавьера под разными углами со слов гостей вечеринки. Которые рассказывают о предшествующих событиях детективу в разных жанрах. Да, можно сказать, что истории здесь довольно клишированы и стереотипны. В мюзикле все поют и танцуют по любому поводу. В боевике обязательно драки и погони. Ну а в ромкоме милое дурашничество и поцелуй под дождём. Но здесь эти клише нужны, чтобы ярче отразить дух истории, а поэтому они её не портят. Теперь к техническим характеристикам. Что касательно музыки, то тут звучит пара попсовых зажигалок. Но самый смак – это серия мюзикл. И вот в ней звучат реально годные песни, которые не стыдно даже на телефон скачать. По крайней мере мне, как любителю мюзиклов, они очень понравились. Но если вы от такого не фанатеете, то, скорее всего, и не оцените. К слову, о песнях и озвучке в целом. У сериала есть официальный дубляж. Так что настоятельная рекомендация смотреть в нём. Ну или в английской озвучке, если она вам больше привычна. И не тратить время на даже известный релиз группы. Теперь, что касательно визуала. Я не знаю, как Apple этого добился, но сериал по картинке абсолютно не выглядит как сериал. То есть, допустим, листая по каналам, если вы на него наткнётесь, то вполне можете перепутать его с полнометражным фильмом. Я не знаю, благодаря чему так. Может, благодаря цветокору или контрасту или постановке кадра. Но вечеринка не выглядит дешёвым сериалом от слова совсем. Последний раз я видел такую картинку в недавнем сериале от Пикук «Волк, как я». Так вот, там она тоже на высшем уровне. Что ж, и на этом предлагаю подвести итог. Если вам нравятся только стандартные детективы в духе Сиасай, то, в принципе, можете проходить мимо. Я так думаю, вечеринка вам вряд ли понравится. Так как у нас тут более молодёжная и весёлая версия фильмов «Эркюля Пуаро». Псевдо-онтологичная разножанровая подача. Теперь по основным характеристикам. Год выхода сериал 2022. Количество серий 8. Но на момент выхода обзора вышло только 4 серии. Продолжительность серии 45 минут. Смотрел в озвучке дубляж. Да, как я упомянул, я запилил обзор, хотя сезон ещё не завершился. И возможно, что в конце всё неожиданно скатится в шлак. Но пока что этого не случилось. Ну а на этом у нас всё, дорогие друзья. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Как всегда, в описании ищите ссылки на соцсети, поддержку канала и основные технические моменты сериала. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Я хочу побеседовать с каждым из вас. Ведь, по правде говоря, любой из вас может быть убийцей.